Для ветеранов Екатеринбурга Волгоград навсегда останется Сталинградом. И переименовывать не надо. В столице Урала в живых осталось всего несколько человек, воевавших на берегах Волги. И только два героя Сталинградской битвы смогли прийти в зал окружного дома офицеров, чтобы вновь прикоснуться к земле с Мамаева кургана. Подробнее Ксения Башкирцева. Сколько килограмм? Я не вешал. Тяжело бы ходить, конечно. На груди Петра Денисовича уже некуда весить медали и ордена. Но герою Сталинграда тяжело носить не награды, а воспоминания. Сердце сжимается, кровью обливается. То, что я пережил, что увидел. Это страшно. В самое пекло войны Петр Литвин попал, едва ему исполнилось 18. После курса молодого бойца стрелка отправили в Сталинград. На подступах ветеран едва не погиб. На переправе через Волгу солдаты попали под обстрел. Суденышко небольшое было. Половину посадили, а половина осталась на берегу. И вот они только до середины Волга доплыли. И тут бах! И их, ну, понимаешь, ни один не выплыл. Вот так я остался. За войну ветеран был дважды тяжело ранен и столько же контужен. Но каждый раз после больничного возвращался в строй. Теперь гордится, что участвовал в битве, которая изменила ход истории. Именно после Сталинграда советские войска стали наступать, а не только обороняться. И Урал сыграл в этой борьбе не последнюю роль. На Урале производилось до 40% военной продукции во время войны. На Урал были отправлены лучшие соединения. 70 лет спустя те, кто остался в живых, вспоминают события давно минувших дней. Ветеранам вручили юбилейные награды и пообещали в ближайшее время подарить еще и Знамя Победы. Точную копию изготовят уже на следующей неделе. На подобных мероприятиях обязано быть Знамя Победы. Не только государственный флаг Российской Федерации, но и Знамя Победы. Это для ветеранов свято, и это нужно сделать. Я думаю, что мы на следующей неделе это Знамя ветеранов вручили. Единственное, о чем сожалеет Петр Денисович, после войны ему так и не довелось еще раз побывать в местах боевой славы. Поэтому специально для героев с Мамаева кургана в Екатеринбург привезли капсулу с землей, которую уральцы когда-то отвоевали у фашистов. Ксения Башкирцева, Иван Марунин, Алексей Богданов. Новости 41 канала.